Никогда не знаю, когда начнётся. Здравствуйте, девочки. С вами Светлана Амельян. И Наталья Некрасова. Савторы сайта «Избави вязалья», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машинки. Сегодня мы будем не обучать вас вязать с нуля, а будем обучать креативу, потому что оказалось, что это такое интересное занятие, и не то, что нам интересно, а это занятие... Не обучать вас вязать с нуля, а будем обучать креативу. Креатив, он везде креатив, он даже здесь. Нет, зато мы можем не спрашивать, слышите ли вы нас или не слышите, потому что мы контролируем себя на соседнем компьютере и видим, что мы себя слышим. Так вот, оказалось, что креатив – это то, что мы с Наташей по жизни, как люди, которые занимались работой на заказ, и хотя мы и не были такими вот сильно востребованными, как Вячеслав Зайцев, как все остальные, по сравнению немножко работали. Чуть-чуть. Да, чуть-чуть. И вовремя оставили. Это дело, да. Ну, мы уже обсуждали, что страна только выиграла от того, что я бросила экономическую деятельность. Так, может быть, да. Может быть, страна выиграла от того, что я бросила вязать. Зато. Вот, но зато креатив... Да, вот это название. Все-таки прямая или клеша? Юбка прямая, с эффектом солнца клеша. Сейчас все узнаете. Сейчас все узнаете. Это креатив? Это специально. Я еще долго выбирала... Да, я беру прямую юбку, потом дополню. Я не рассказываю до конца секреты. Это все секреты. Все, можно заканчиваться. Уже все, девочки, задание получили. Идите, вяжите. Так. Все. Значит, страна выиграла от того, что ты пошла... Перестала вязать. Перестала, ушла из экономики и из-за того, что перестала вязать на заказчиков. Потому что у тебя освободилось время для обучения. Потому что одновременно вязать на заказчиков и обучать Наташа не получилось. Вот. Но креатив, который сегодня у нас будет... Конечно, мне бы, конечно, очень бы хотелось назвать себя учителем по креативу. Но когда я пыталась устроиться в Институт технологии дизайна на отделение креатива, то его не оказалось. Вот. Я думала, что, может быть, все-таки пойти куда-нибудь, чему-нибудь поучиться, чтобы размахивать дипломом, потому как радиофизик все-таки не так престижно, как дизайнер... Да, звучит ужасно. Звучит ужасно, да. Женщина радиофизика. У нас говорили, курица не птица, женщина не радиофизик. Восемь человек на факультете, вот как бы... Самые отбросы были, которым, видимо, некуда было податься. Вот среди них я. Занесло, да. Ну, хорошо вынесло. Вот хорошо вынесло, да. Так вот, еще раз. Ты меня в смысле, знаешь, я не могу... Это моя работа. Креатив, который пошел у наших учениц, тех, кто участвует в наших посиделках, он почему-то прорвался, потому что... Такие письма пишут, как лавина, прорвало, как лавина. Такие письма пишут, что цвет начали видеть, начали фактуру ощущать, начали вдруг видеть, как это вписать в интерьер, и как вдруг мир по-другому преобразовался. Хотя мы ничего не делаем, вяжем вот квадратики какие-то. Я на всем деле не могу свое мнение сказать по этому поводу, потому что все показывают урок от и до. И девочки думают, что это единственный вариант, и повторяют, как видит кто-то. Ну вот, как видит какой-то дяденька или тетенька, я могу повторить, научиться чему-то, но это не мое, это не мое видение, потому что, когда я вам говорю, что когда я вижу вот такие вот цветные, леповатые вещи, это не потому, что я так вижу, а потому что это обучение, и вам нужно видеть разные детали. Да, но когда вы примеряете эти детали на себя, вы их совсем по-другому ощущаете. Если вы будете повторять в моем же цвете, вы либо к этому привыкнете, либо это начнет вас раздражать. Вы должны свое вкладывать. Вот теперь, когда мы делаем недоделанные уроки, вы вынуждены доделывать их по своему разумению. И вот он ваш креатив, вот ваши видения. Потому что до этого было практически слепое повторение, за исключением каких-то там своих цветов. А сейчас эти подушки с ушками, вообще с хвостиками, с цветочками, просто чудо. Если вспомнить, что мы вязали в прошлый раз, то мы показали вот такую подушку, пятилистниковую, по которой одна из наших учениц написала, боже, я вообще в математике ничего не понимаю. Сложить... Наоборот, я математик, поэтому я не могу понять, как сложить пять углов по 90 градусов, чтобы они попали... Чтобы получили 360. Это невозможно. Вот подушка, пожалуйста, пять углов по 90 градусов сложились, получилась плоская подушка. Причем подушка получилась плоская. Мало того, что какая-то подушка вообще дефектная. Мало того, что углы у нее 90 в 50 складываются. Вообще искривление пространства. Искривление пространства. Еще и плоская. Но подушку, которую мы предложили как свой вариант вязания по вот этому макету, она была вот такая. Но то, что... А я, слушай, забыла сделать это... Так увлеклась своим этим... Чего ты там? Забыла сделать презентацию подушек, которые нам девочки навязали. Но вы можете зайти в нашу группу, которая называется «Совместное вязание на машинке» и увидите. Кроме того, те, кто хочет у нас участвовать в конкурсе, вы, пожалуйста, присылайте, потому что с четверга на пятницу в группе у нас происходит голосование. Голосование – это не то, что за какую-то награду, битву или что-то. Вы просто показываете свои работы. Потому что оказалось, что очень многие боятся критики. Именно в нашей закрытой группе те, кто у нас в группе все вяжущие. Поэтому вы можете получить оценку и увидеть, насколько ваши знания уже стали креативными. Потому что очень многие спрашивают, а почему-то у меня не покупают или что-то у меня там не так. Вы можете увидеть критику со стороны и понять, а что у вас не так. Мне нравится, что у нас девчонки, если и пишут критические какие-то вещи, то без хамства, потому что столько хамства в интернете. Меня убивает, когда у девчонки выкладываются работы. Я просто тоже хожу по разным местам, по разным сайтам. С такой грубостью. Да что ты выложила? Что навязала? Что навязала? Да фу, да я такого там 10 лет назад даже в руки не брала. Это настолько грубо. Я бы не купила такое. Да, это вот настолько показывает человека с такой нехорошей стороны. Ну да, может быть, она сделает лучше, но сделай лучше. Сделай лучше. Здесь мне очень нравится то, что комментируют. Мне очень нравится то, что комментируют те, кто сами связал. Они это прошли, и они знают эти трудности, и они сами удивляются тому, что открыли другие. Правда, вот этим подушкам. Мне так нравится, что у нас позитив. У нас нет хамства и грубости. Нас не научили. Надо на курсы пойти. Людмила, я тут... Есть курсы стервологии. Надо туда пойти. Нет, я не могу. Я не могу. Я не могу. Это Людмила пишет. Зашла на страничку вебинаров, а то 20 июля будут посиделки. Людмила, у нас каждый вторник проходят посиделки. Приходите каждый вторник. Людмила, да вы же у нас миллион раз были. Что же вы так это, 20 июля? Каждую неделю у нас по вторникам... Ой, слушай, а у меня 19-го, а у меня, оказывается, 20-е написано. Это у меня. У меня, да. Да, смотри. Сейчас я посмотрю. Сейчас посмотрю. 20-го. Сейчас, девочки, я исправлю. Это моя... Не, не, никогда в жизни ничего не поздно. Никогда не рано, никогда не поздно. Страна точно выиграла. Да. Потому что тут плохо не в том, что... Такие физики и экономисты. Слушай, здорово. Спасибо, девочки, спасибо. Все, исправились, полетели дальше. Так, давай, отправляй в чат. Значит, у нас большая просьба... Так, включи мой. Большая просьба... Да. Помочь нам. И мы сейчас сейчас в чат бросим запись. Вы, пожалуйста, если у вас есть возможность, скопируйте ее и напишите на своей страничке. Участвуй в мастер-классе по вязанию юбки солнцеплёж. Потому что сейчас у нас 95 зрителей. Хотелось бы, чтобы было больше, потому что мы очень радуемся, когда приходят новички, которые удивляются тому, что у нас здесь происходит. И эмоции обычно новичков, они такие непосредственные, что как бы надолго хватает. Те, кто уже с нами учатся в мастер-группе вязания, они уже все знают. Они уже завсегдаты, их удивить очень сложно. А новичкам совершенно это неожиданно попасть вот на такое веселье. Чего там такое? За тропу на луне. Отмечаю заранее. Да. Так, это ты написала. Значит, еще раз. Дальше. Рассказываю дальше. Большая просьба по... Когда вы вяжете какие-то изделия по нашим урокам, если вас не затруднит, пожалуйста, на этих фотографиях, которые вы выкладываете у себя на страницах, либо присылайте нам, пишите, пожалуйста, что это связано по урокам Натальи Некрасовой. Почему? Потому что нам очень приятно, когда указывают автора. То, что мы с вами делаем здесь, это авторские разработки, и хорошо бы, чтобы люди знали, откуда это происходит. Потому что не очень интересно, когда такой маленький коллектив, мы не любим кулуары. Мы любим все-таки, чтобы наши знания распространялись. И поэтому, если вас не сильно затрудняет это, то лучше поставить отметочку, что связано по урокам Натальи Некрасовой или по урокам обучения избы вязания. Кто как пишет, нам без разницы. Важно, чтобы потом нам не говорили, что мы с кого-то списали. Потому что... А такое уже... Да. Это были разборки. Были разборки, кто первый. Сейчас очень много людей, которые копируют наши уроки, поэтому... Выдают за свои. Выдают за свои, да. Да, да. Вот. Ну, как бы мы не боимся, потому что у нас креатива хватит на несколько жизней. Но сегодня мы будем вязать юбку, которая на самом деле... Как вы понимаете, мы вяжем из прямоугольников. Почему? Потому что к нам приходят очень часто те, кто испытывает большие трудности в вязании. И вязать квадрат на машинке или прямоугольник – это могут практически все. Даже на самых сложных вязальных машинах. Да? Да. На двухфантурных, на трехфантурных, на скольки угодно фантурных. Если вы не умеете вязать на второй фантуре, вы все равно пользуетесь одной фантурой. И связать квадратик вы всегда сможете. И поэтому мы стараемся на этих уроках не задействовать вторую фантуру, не задействовать какие-то узоры, сложные изделия не вязать. А мы вяжем квадрат и хотим показать, что даже умея вязать простой квадрат, голыми вы не останетесь. У вас всегда что-то будет, что надеть. Вот я сейчас готовлю серию уроков по декору вязаного изделия. И потому что у нас Наталья, к счастью, отъезжает в отпуск. И я выгнала такие, будет царствовать. Да, я буду царствовать одна. Да, будьте. Потому что вся слава тебе, я тут только на подпевке, на хорах стою. Да, зато когда я одна проводила, все говорили, и так весело, потому что я слишком занята уроками, развлекать некому. Нет, я когда одна, то тоже не могу развлекать, потому что на самом деле преклоняюсь перед тем, кто в одиночку все это делает, и рассказывает, и вяжет, и на вопросы отвечает очень тяжело. Ну, на самом деле это реально, но только очень серьезно, таким поучительным тоном. Да, удаются только поучительным тоном, да. Расслабляться можно тогда, когда человек не отвечает за это. Да, я не зашу, не отвечаю. Да, дети распределяются, да, можно там приселиться. Вот, и поэтому сегодня мы тоже будем вязать из прямоугольников. Но, как вы понимаете, солнце-клёш связать из прямоугольников напрямую не получится. Углы там как бы под 90 градусов не согнуть. Мы придумали немножко другой способ. А мы их согнем. А мы их согнем, да. И поэтому сейчас мы переходим на… А я буду тебе комментировать, кто чего напишет. Так, отпускаем. Ну, как обычно. Так, меня тут слышно или нет? Ну, ты можешь рассказывать пока. Я не вижу, что я вижу. Мне просто нужно поделиться. Сейчас Светлана закончит, и я буду вам рассказывать. Сейчас мы делаем там. Так, ты можешь рассказывать пока. Так, рассказываю пока. Мы сегодня будем вязать без куклы. Просто юбку, потому что, на самом деле… Без разницы. Мы её закачивать не будем, да. Мы её всё равно не успеем закончить. Мы вам покажем принцип, что же это такое, как оно получается. А то, что мы реально навязали, вот, как это более-менее носибельный вариант, такой вот, который можно не стыдно на улице надеть. Светлана вам покажет в воскресенье то, что мы вязали сами. Традиции, новообразованной традиции отходить не будем. Поэтому вязать я буду не на куклу, а так на образную модель. Потому что юбка – это юбка, тут особо примерять нечего. Это не жилеточка, которую надо, как обычно, берём. Там что-то, я застряла куда-то. Не-не-не, это я тебе другое. Давай. У нас тут несколько экранов сразу. Вот, мы сейчас быстренько сделаем. Ну всё, как бы, что можно сделать? Мы рассказали, да, вроде бы? Вроде да. То есть натолкнули вас на мысли о том, как, чего можно связать. Да. Так, достаточно ли я хорошо? Ты так активно мне помогла. Ну, ждём от вас ваши решения, потому что мы решили всё-таки, что мы не будем доделывать до конца. Мы вам покажем то, что... Да, мы теперь делаем так. Можно использовать разные толщины, можно использовать. Да, разные фактуры там. Можно всё, что угодно. Но мы вам показали вдалевом. Вот, смотри, вот только 4 часа назад видела такую юбку, такую поперечную вязание. Думала, какая сложная модель. А у вас так просто, супер. Всё просто. На самом деле всё просто. И любую сложную модель можно переложить на вот такую вот... Вот. Почему наши посиделки называются квадратные краски? То есть раньше они у нас были... Просто посиделки. Просто посиделки, да. А сейчас мы решили квадратные краски. Потому что на самом деле, конечно, можно связать... Ну, подожди, подожди, подожди. Потому что можно связать не квадратные, можно связать ромбики. Если вы умеете вязать ромбики, ну, очень хорошо. Можно связать вообще это всё одним полотном. Если вы умеете, ну, как бы нет проблем. Но если вы ничего не умеете, то вы свяжете вот это, и у вас получится идеальная летняя юбка. Всё. Топики мы уже проходили, подушки под попу уже есть. Да, шапок мы уже навязали. Так что, в принципе, вы уже почти готовы. Да, песочники тоже можете одеть. И под юбку, и идти. Видеть трусов. Вот. А мы ждём от вас предложения, которые мы будем в следующий четверг голосовать. Наталья у нас отправляется на рыбалку. Вот такой ещё. Мы надеемся, что ты там не утонешь. Надевай, пожалуйста, жилет. Ты нам очень нужна. На тебе всё держится. Я умею только задний фон создавать. Это шумы, звуки ветра и прочее. И прочее по фэн-шуй создавать. Звуки толпы. Да, да, да. Аплодисменты. Вот. Но в следующей посиделке мы с Наташей решили, что мы, наверное, проводить визуальные посиделки не будем. Две недели. Мы будем... Некрасовские вечера. Да, некрасовские вечера. Вот. Называется квадратный красный, да? Вязать не будем. Будем шить. Тоже будет очень интересно и познавательно. Я думаю, что вы тоже для себя что-нибудь такое откроете, потому что вязать я не умею. И на случай отсутствия Натальи я решила не осваивать визуальную машину. Я с вами поделюсь тем, что я знаю. Креатив в любой области рукоделия зашкаливает. И главное понять, что вам нравится. Мне нравится шить. Точнее, мне нравилось шить. Валять я решила, что не буду все-таки с мылом и совсем достаточно тяжело отвечать на вопросы. Я вам покажу что-нибудь по шитью. И что это будет, вы узнаете, опять же, ближе к этому занятию. Кроме этого, у нас еще предстоит конференция, на которую Наталья тоже, опять же, не приезжает. Я буду проводить три занятия. Но зато потом, когда у нас начнется обучение, то я свалю. Наталья будет одна биться с мастер-группой. Вот. Чего там у нас пишут? Оксана пишет. Светлана, спасибо. Это супер вариант для моей мамы. Как раз то, что нужно. А вы меня в прошлый раз убеждали, что нельзя юбку из квадратов связать. Я кого-то... Вот, ты обманываешь людей. А как это я... Я наоборот всем говорю, что подушку можно из квадратов круглой связать, и юбку можно, и чего угодно связать можно. И мы с Наташей тут и платьев напридумали, и чего только не напридумывали, поэтому... Елена тебе обещает, пока меня нет, научить вязать. Елена открывает курсы. Наташ, приедем, мы вас вязать научили. Елена писала. Ты приезжаешь, а я здесь уже место твое заняла. И все. В сентябре отыграешь, да? Так, Ирина пишет, бесподобно вязать не умею, только начинаю учиться. Но я пошла вязать такую юбку. Большое спасибо. Ну вот, вот. Мне очень нравится, когда присылают отчет. Мы хотели попросить писать, новичок или не новичок. Но, девочки, вот вы понимаете, что... Подожди, не читай, но подожди, дай хоть слово-то сказать. Что такое перебиваешь старшую сестру? Вообще, ужас. Неуважение, неуважение. Мы хотели брать отчеты с указанием, новичок или не новичок. Но, как вы понимаете, вот то, что мы вам показали, это доступно любому новичку. Потому что ничего здесь такого нет. Расчетов вот никаких нет. Вам только важно понимать, что ряды и петли, вязать пробник нужно и пересчитывать вот эту длину. Но это минимальное знание. Это элементарное знание, которое вы, даже если вы не знаете, вы интуитивно к этому придете. Вам все равно нужно как-то длину рассчитать. Все, кроме этого больше ничего нет. А вот отделочка, вот это, это вы можете применять уже то, что у вас какие-то предыдущие знания. Потому что, хотя мы говорим, что мы не пропагандируем вязание крючком или спицами, и машина может все заменить. Она действительно может, но если вы это знаете, то вот я говорю, что здесь вы можете очень красиво всякими мережками зашить вот это, ячейками завязать вот эти уголочки. Будет очень красиво. Потому что, если этого не сделать, то будут прямоугольники, которые висят, и треугольники. То есть, такой геометрический узор низа юбки. Вот треугольники, прямоугольники. Ну, еще вот осталось нам сюда полушария. Это уже не квадрат. Да, это уже сильно не квадрат, поэтому мы этого делать не будем. А может, мы свяжем круг из квадратов? Так а мы подушку круг из квадратов связали. Нет, у меня вообще полушария. Ну, Наташа, у меня, на самом деле, я хотела юбку другую, но я поняла, что люди сойдут с ума, если вот мы такую юбку свяжем. Поэтому мы вас потихонечку будем подводить к тому, что креатив, он, да, он все-таки еще более сумасшедший. Но втягивайтесь. Мы хотим, чтобы вы получали от этого удовольствие. Вот, как говорится, креативными дизайнерами становятся через несколько лет, когда сходят с ума, потому что им уже все неинтересно. Да, кроме дизайна, они к жизни уже не приспособлены. Они уже креативят только. Да, они уже только креативят. Мы не хотим, чтобы вы сошли с ума, мы хотим, чтобы вы научились вязать на вот таких простых изделиях, потому что если вы на этом втянетесь, дальше вы уже будете вязать без остановки. И наш лозунг – вяжите с нами без остановки. Да? Да. Чего тут есть? Так, вопросы. Что готовить на урок по шитью? По порядку отвечаем. Ну, по уроку шитью – это будет не шитье, девочки, во-первых. Во-вторых, точно так же запись вебинара вы сможете получить и проработать то, что там будет. Так как я буду одна, то я анекдоты рассказывать не буду. Я буду сидеть, пыхтеть. Сурово сдвину брови. Сурово сдвину брови, да. Хорошо, что вы меня не будете видеть. Я буду сидеть и шить на машинке. Я камеру поставлю так, чтобы было видно. И буду там что-то монотонно бубнить, потому что, в отличие от Натальи, я не очень хорошо провожу вот эти обучаловки, поэтому мы с Наташей распределили, кто чем занимается. Поэтому у нас будет комбинация вязания и шитья. Вот как бы я придумала несколько уроков, которые я вам покажу. Сейчас, пока не буду анонсировать, мы будем на куклу вязать одежду. Точнее, Наташа мне свяжет заготовочки, а я их обработаю до готового изделия с помощью шитья. Поэтому готовьте какую-нибудь легкую хлопковую ткань небольшого фрагмента и акрил. Акрил, я, наверное, скажу прямоугольник. Ты всегда скажет размеры прямоугольника. Да, размеры прямоугольника. Вы приготовите квадратик и будете его шивать. Так, а шитья тоже с отчетами будет? Обязательно с отчетами. Если вы берете у нас урок, то обязательно с отчетами. Если вы просто посмотрели и... Ну, посмотрели, посмотрели. Так, вопрос мне. А если по бедрам в одно полотно не входишь, как сделать со шьем? Очень просто. Вы шов делаете? Вот на самом деле здесь у нас шел бы третий уголок. То есть как бы вот раз уголок, два уголок. На месте шва, вот то, что мы с вами, я не договорила тогда, вот эти вот меточки, которые мы ставили, отсюда шел бы квадратик. Вот. А вот это место вы зашиваете. А вот это место вы зашиваете. То есть здесь зашито, а вот от меточек вниз шел бы квадратик. Это клин. Поэтому делайте два полотна, вяжите два полотна. Либо вяжите поперек, если умеете. Если не умеете поперек, вяжите два полотна, стандартно. Как обычно вяжите. А что вы не вяжете, не умеете поперек? А какая разница, поперек или вдоль? Разница есть. Ну, можете поперек. Не очень большая. Разница не очень большая. Есть, но она не очень большая. Только вяжите юбку, которая входит в длину. Если вы хотите длинную, как обычно вяжутся юбки. Из двух полотен, из двух, из трех, из четырех клини. То же самое. Вяжите два клина. из которых вот так вот делаете разрезы, вставляете квадратики. Ольга, первый раз я не вязала, а отстала, остались квадраты. Ну вот видишь, она все конспектировала, конспектировала, теперь наконец-то с нами стала вязать. Мы потому что решили, что не будем усложнять узорами, лучше вы поняли принцип, а остальное вы уже будете на себя, потому что вы с нами 2 часа потратили, а потом еще и 2 часа будете пересматривать, наверное, это неправильно. Поэтому потренируйтесь, как только вы поняли, вы уже дальше ясно на себя уже без подготовки. Ничего там. Нас тут хвалят очень сильно, я так приятно читаю и радуюсь. Мы можем все, молодец. Спасибо, мы можем все. Ну так, креатив нужно принимать дозированно, действовать накопительно. Из организма не выводится. Не выводится, да, мы это заметили уже на наших девочках. И потом, кстати, действовать не только на вязание, но и на всю остальную жизнь. На восприятие жизни. И по-другому краски видите, по-другому квартиру оформляете, другие вещи покупаете, все по-другому. И спокойнее ко всему относитесь. Без негатива. То есть вы начинаете понимать, что... Люди разные. И видят они по-разному. Человек связал, потому что у него такое видение. Если вам это не нравится, это не значит, что вы такой умный. Может быть, вы просто некреативный человек. Каждый креативит, как умеет, и действительно надо спокойно относиться к чужой фантазии, и к чужим удовольствиям. Ну, на этом мы наши креативные посиделки заканчиваем. Я Светлана Амельян. Я Наталья Некрасова. С вами был Квадрат. С вами был Квадрат Некрасова. Ждем вас в следующий вторник. Да? Где я буду одна? Где я буду отдуматься? Если вам понравилось, нажмите «Нравится». Поделитесь видео, нажав на кнопки соцсетей. Ждем вас на наших открытых мастер-классах по развитию визуального креатива. Субтитры сделал DimaTorzok